Всем привет и добро пожаловать! По мере расширения вселенной лиги появляется все больше персонажей, и не все из них обязательно должны быть чемпионами. Сегодня я бы хотел обсудить 5 второстепенных персонажей с достаточно подробной историей и характером для того, чтобы в будущем из них можно было сделать чемпионов. Я попытаюсь избежать персонажей, которых упоминают без дополнительных деталей, вроде девочки, разговаривавшей с Иверном, или персонажей, которые умерли без шанса на возвращение. Я хотел бы увидеть Ягу в качестве чемпиона, но после дуэли с Райзом я не думаю, что это возможно. Я бы также хотел избежать обсуждения персонажей, о которых и так уже говорили годами. Итак, без лишних слов, давайте попытаемся предсказать некоторых из будущих чемпионов в Лиге Легенд. Первый, кого я бы хотел обсудить, это Ситака. Большинство из вас, скорее всего, не имеют ни малейшего понятия, кто это. Ситака – это персонаж, которого описал Насус в истории Кровь Рода. Появлялось все больше Вознесшихся, и в итоге была сформирована группа, лидером которой была Ситака. Она была королевой-воительницей армии Вознесшихся. Некий столбник из пустыни однажды ей сказал, что она увидит восход солнца в тот день, когда император Шуримы станет править всем миром. После этого она стала считать себя неуязвимой, ведь тогда им только предстояло завоевать мир. Однако в канун гибели Икатии ее сразили чудовища, и Насус похоронил ее вместе с легендарным оружием – Челикаром, который сейчас носит Сивир. В возвращении Ситаки не было бы ничего удивительного. Во-первых, у Азира есть возможность возвращать тех, кто пал в Шуриме. Объединив это с останками Ситаки и исцеляющим Оазисом, вернувшим к жизни Азира, ее воскрешение стало бы возможным. Второй нюанс заключается в том, что Азиру понадобится каждый воин, способный сражаться, когда придет время битвы с Зератом и его армией. Возвращение к жизни древних легендарных воинов было бы полезно. Другой персонаж, который мог бы оказаться в игре – это один из ангелов. Да, я использую термин «ангел» условно, ведь я не говорю о Кейл или Моргане. И хотя, возможно, какая-то связь и есть, имеющееся у нас описание к ним не подходит. Я говорю о высших существах Таргона, которые спускаются ко всем, кто покоряет гору Таргон. И каждый раз, когда они появляются, они выглядят по-разному. Когда этот персонаж появился перед Тариком, это был мужчина, тело которого состояла из светящихся звезд. Когда Леона встретила его, это был маленький мальчик с золотыми крыльями и рогами. В этом случае он был больше похож на демона, чем на ангела. Более того, финальным испытанием для одного из наших героев стали странные золотые демоны, темневшие перед смертью. Как я и упоминал, эти существа могут быть связаны с Морганой и Кейл, но я уверен, что это точно не они сами. Сейчас же мы ждем обновления, чтобы узнать, кто же они на самом деле. Следующий персонаж в моем списке появился недавно, Тамара или Калета из истории День Прогресса. Я оставляю здесь предупреждение о спойлерах для тех, кто не видел или не читал День Прогресса, потому что то, о чем мы собираемся говорить, может для вас все испортить. Итак, я думаю, что концовка истории стала большим сюрпризом для всех. Видеть, как второстепенный персонаж играет важную, если не основную роль в истории, которая способна изменить мир. В будущем, когда Ноксус уже вторгается в Пилтовер, будет серьезное событие. Я говорю об абсолютно экспериментальной, токсичной войне в стиле Первой мировой. С одной стороны, у нас есть Пилтовер, полностью вооруженный город на утесах над морем. С другой стороны, Ноксус, использующий темную магию, грубую силу и вооружение, построенное на украденной информации и чертежах, все из-за Калеты. У нас определенно достаточно материала, чтобы сделать из Тамары или Калеты полноценного чемпиона. Калет могла бы быть могущественным изобретателем с экспериментальным оружием, похожим на то, что у Виктора. А Тамара могла бы быть тактиком-инженером, используя что-нибудь вроде мин, как свою основную механику. Остается лишь один вопрос, случится ли это когда-нибудь или нет. Следующий в нашем списке персонаж имеет наибольшие шансы оказаться в игре – Уничтоженный Король. Персонаж, который не только должен быть в игре, я могу гарантировать, однажды он будет. Уничтоженный Король – это тот, кто ответственен за превращение благословенных островов в сумрачные острова. В истории нам неизвестно точно, что с ним произошло. Он произносит заклинания, чтобы связать свою душу с душой своей жены, но он недооценил силы, скрытые под этими землями, и таким образом создал Черный Туман. Да, Черный Туман не то чтобы обладает разумом, похоже, что что-то сдерживает его от распространения за пределы сумрачных островов. Дальше он продвигается только в период страховина. Мы можем сделать вывод, что это связано с Уничтоженным Королем. Однако у нас есть реальное доказательство, что что-то, возможно, Уничтоженный Король, контролирует Туман и всю нежить. В истории Йорика после произошедших событий он пытается поговорить с некоторыми из неупокоенных душ, но никто из них так и не смог ему ответить. Он понял, как можно обрубить связь с Черным Туманом и взять под контроль мертвецов. Он мог заставлять их слушаться его воли. Из-за того, что Туман постоянно пытается взять контроль над Йориком, для него слишком опасно идти в центр островов. Поэтому он стал использовать вурдалаков в качестве разведчиков, посылая их в кратер, где погиб Уничтоженный Король. Их целью является добыча информации об уничтожившем все проклятии. Но до этого дня никто из них не вернулся. История Уничтоженного Короля уже имеет достаточно деталей. Было бы довольно глупо не добавить его в качестве играбельного чемпиона. Единственное, что вселяет в меня сомнения – это Мордекайзер. До Уничтоженного Короля Мордекайзер был сильнейшим среди нежити, но из-за того, что нам неизвестно, что происходит внутри Черного Тумана, нам также неизвестно, командует ли мертвецами Мордекайзер или Король. Не круто ли было, если бы мы увидели сражение двух армий нежити в центре островов? Король и его Черный Туман против Мордекайзера с его мечами. Все больше материала для будущих историй. И, наконец, последний персонаж – Рафен. Это единственный персонаж, над которым стоило поразмыслить, помещать ли его в список. И все это потому, что если он когда-нибудь окажется в игре, я буду счастливейшим человеком на свете. Рафен был первым второстепенным персонажем, получившим то же количество внимания от Райад, как и любой другой чемпион. Он – правая рука Мисс Фортуны. Верный слуга, верящий в то, что она освободит Билджуотер и сделает из него что-то лучшее. Есть подсказки, указывающие на долгую историю, связывающую его и Мисс Фортуну. Это также ясно, исходя из их манеры общения друг с другом. Они не просто товарищи по кораблю или приятели пираты, они друзья, работающие в команде. В то время как Мисс Фортуна предпочитала улаживать любую ситуацию своими пушками, она всегда полагалась на Рафена, прикрывающего ее из тени. Сбор информации, отвлечение толпы, убийство важных персон – он движется беззвучно и заметить его невозможно. В нем много всего интересного, и в истории Призрак и Фортуна он забавно пообщался и с Илаой, в отличие от любого другого чемпиона по сей день. Райот решили добавить юмора, не разрушая серьезность тона его персонажа. После такого количества писательской работы над Рафеном, Райот точно не станут его игнорировать. И он уже сыграл свою роль в паре других историй. Представьте себе количество радости в сообществе, когда Рафен наконец станет чемпионом. В момент, когда его анонсируют, именно те, кто читают истории, будут знать первыми, кто он действительно такой. И это момент, которого жду я. Я надеюсь, вам понравился этот список. Есть и множество других персонажей, которые могли бы оказаться в нем. Если вы думаете, я забыл о персонаже с достаточным потенциалом, чтобы стать чемпионом, напишите об этом в комментариях. Я правда хотел сделать это видео не только ради удовольствия, но также, чтобы попытаться предсказать будущее. Теоретически, за всю историю Лиги Легенд, Рэд лишь однажды сделали чемпиона из второстепенного персонажа. Этим чемпионом был Джарван IV. Что, кстати, не означает, что Джарван III не мог бы также появиться в игре. Я всегда думал, что он был мертв, но похоже, что он никогда в действительности не умирал, или, по крайней мере, мы не имеем понятия, что с ним случилось. Так что он все еще мог бы быть королем. В любом случае, огромное спасибо за просмотр! Если вам понравилось, то ставьте лайк, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Это видео переведено и озвучено при поддержке наших патронов Мур21 и Павлика. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и Вконтакте.